Субтитры делал DimaTorzok Телеграм-канал Андрея Панкова Панкинсайт лежит в описании Подпишитесь на него И вот еще маленькая деталь Я смотрел матч Зенит-Спартак Я думал, что как прикольно будет В Петербурге Зенит со Спартаком о форме чемпионства Тут еще и судейский скандал, как я люблю Еще и на последней минуте Да, забивают Иван Сергеев вышел на замену То есть вроде бы эпик какой-то существует А я сидел и смотрел так Понятно, потому что в последнее время Меня радуют только ваши в бешеном темпе Приходящие подписочки на мой канал И продолжайте подписываться, пожалуйста И бейте в колокольчик И ставьте изумрудные лайки А мы пока что начнем Пройдемся почти по всей РПЛ Выбрали себе инфобомбочки Готов? Да Начнем с неожиданной темы Все-таки игра Зенит-Спартак Неожиданная тема Дима Шнякин писал у себя в Телеграме Что Семак разнес команду в раздевалке Я себе с трудом представляю Наверное, просто сельдерей кусками летел изо рта Сказали бы хейтеры Мы это уважаем, Сергей Богданович Вот, но что было после матча Потому что, ну понятно В перерыве я представляю Как Семак охреневал от того Что Зенит перестал играть После забитого гола Повод был После игры Кто радовался больше всего Кто не особо радовался Светлая печаль у кого была в глазах Ну, орали в раздевалке неприлично То есть, там было слышно Пока там Спартак весь выходил В мигзону общался Там Эти бразильцы там чуть ли не раздевалку-то Не разнесли, конечно Как ты думаешь, они кайфуют от премиальных Там по 50, кажется, да, за матч Вот Ну, этот жест, конечно, Малком В отношении к Медведеву гениальный Ну, это просто честно Это просто правильно Когда в UFC выходит боец После того, как вырубил кого-то И говорит, дайте мне бонус Ни у кого не возникает возмущения Да нет, абсолютно правильно Вот Аршайд же все сказал Да, премяшки он это назвал Да, да И, короче Вот как думаешь, они из-за премиальных Или им прикольно, что они вписали Свои имена в историю Зенита? Я думаю, что все вместе То есть они такие Балдеют, побеждают Вроде бы не самых лохов И еще и зарабатывают прилично И еще и много там комбинируют Ну, короче, кайфуют Не, вообще кайф Ну тогда Вот сразу вопрос Так У нас есть список игроков Список легендеров Зенита Все знают этот список Кто летом уйдет Давай просто по фамилии Кто свалит Вот Вендул Вендул Ну, процентов Процентами будем давать Давай Ну, процентов Ну, Вендул, наверное, процентов 40-50 Малком Процентов 85 Куда Малком идет? Вот про Арсенал были слухи Какая лига хотя бы? Я думаю, что в итоге ПСЖ будет Все-таки Парис Ну, либо что-то, ну, похоже на ПСЖ А что похоже на ПСЖ, кроме Баварии? Которая не особо тратит на игру Вот смотри, Арсенал Вроде бы там у них есть Готов тратить Нью-Касл, может быть Нью-Касл, кстати, может быть Какой-нибудь То есть 85% Нет, слушай, Малком, я думал Ну, уедет точно При этом, ну, так немножко Отступление по Малкому Я писал И в подкасте Про это говорил Что мне кажется, что Зенит Очень положительно повлиял на Малком И на самом деле Малком здесь не То есть это не то, как его представляют Что он там зарубает бешеный Там сколько? Шесть миллионов евро в год И ничему не учится И просто Как бы такой Приехал чувак Покосить бабло В слабой лиге Нет, он здесь стал сильнее С точки зрения отношения к футболу Вот Прямо расставиться в глаза Как он радуется каждому голу Как он стал профессиональнее Как он стал осознаннее Короче, мой поинт в том Осознаннее Да Что Малком При уезжа... Уехав из РПЛ летом Скорее всего Уедет более сильным футболистом Чем он был, когда он приезжал Ну, он же здесь еще и рос Потому что он приехал 22 года Да Так что это логично Но действительно Вот последний сезон Показал, что Малком Когда у него нет травм И когда у него есть Хотя бы минимальная мотивация Да И когда он осознает Что уже до верного Доводить не нужно И партнеров Можно самому все решать Малком, ну, суперзвезда Супергерой чемпионата России И очень обидно, конечно Что не поиграл он толком В Европе с Зенитом И это печально Из-за этого вот Прилетают вопросы в Айбе Кто сильнее Малком или Халк Ну, для меня Халк все равно Все еще И по скиллам И, в принципе По тому, что он сделал для Зенита Ну, мне было бы очень интересно Посмотреть на Малком И в той РПЛ Которая была Пипец какой-то Конкурентоспособной А здесь, ну, судить все равно Не очень правильно Но Малком, безусловно, крут И там Символические сборные Может быть Второй состав Символической сборной Зенита Всех времен точно залетает Так Дальше у нас Клаудинио Ну, я думаю, что Процентов 30 Он вроде на него Большого спроса Сейчас в Европе нет Да, хотя как бы Всегда может появиться Но если идет Малком То через полгода Год, наверное, Клаудинио Потому что без Малком Клаудинио зачахнет Я думаю Потому что Да, скучно ему станет Дуглас Дуглас, мне кажется Здесь еще год точно Спокойно Вообще Он капитан Он здесь осел Семье здесь все нравится Он лидер Ну, и в принципе Он в том возрасте Когда уже, наверное Особо срываться Он никуда не будет И вроде как Интереса к нему Тоже большого нет Если Абстрагироваться от бразильцев Потому что про Монтуана и Ринана Спрашивать не буду Ну да Они еще такие Щенковатые Щенковатые, да Вот Бариус Слушай, по Бариусу интересно Потому что Помнишь же Прошлым летом Была история Что он мог Причем снять контракт И там Он действительно Над этим раздумывал И не приостановил Сейчас остался Слушай, если будет Классное предложение Он уйдет Потому что все-таки Он в Европу метит Насколько я знаю Мысли у него про это есть Поэтому Тут опять же Зависит от того Есть ли он В каких-то шорт-листах Я про это пока не слышал К сожалению Либо этого действительно Либо этого просто пока нет Но Бариус Ну процентов 55 Наверное Можно дать Больше половины Шансов из 100% Да Вот так вот я посчитал Великолепно Еще я забыл про Родригау Но он 95-го года Мне кажется Для чемпионата России человек Да, еще пока Да, точно Для чемпионата России То есть В худшем случае При наихудшайших Обстоятельствах Минус Маком Минус Клаудиньо Минус Бариус Ну да Наихудшайших Наверное так И Зенит На их места Будет покупать Кого-то Типа Монтуана Ринана И так далее Или Гравит РПЛ Как думаешь? Плюс Ну мне кажется Такой микс будет То есть Не секрет Что у Зенита Есть интерес Там половине Российских игроков Которые Хорошо играют в футбол Поэтому здесь Просто мне кажется Будет такой микс Бразильцев И россиян Или сербов Там я не знаю То есть Был заголовок Если защитник бежит И не падает Он уже нам интересен Хорошо Три игрока Которые Симаку Больше всего нравится Как ты думаешь Кто? Я думаю Что это точно Тюкавин Если мы берем РПЛ Это точно Тюкавин Ну это понятно Пеняев Который не может Не нравится В принципе Не знает Человека Которому не нравится Пеняев Люди без вкуса Да Да Ну третий 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 Ну Игорь Дивеев Вряд ли Потому что Мне кажется Что это больше Криатура Руководства Мне кажется Чем самого Симака Ну не знаю Вот Накимник Какой-нибудь Еще фамилию Ну какой-нибудь Глушенков Виранчук Кстати Антон? Да Он нравится Симаку Котирует Окей Зачем мы били Спартак опять Вот зачем Причем я сидел Вот говорю В баре И у меня Я был на дне рождения друга И у меня не было Времени вовлечься Я просто Так немножечко Пытался быть Над схваткой То есть Я эти моменты Я у тебя видел Они мне не грузились Причем Я только точно знал Что есть скандал И посмотрел Ну там повтор был Такой себе Только в перерыве Показали А мне уже лень было Ну очевидно Что если В Самаре ставят Такое пенальти То почему Вы в Питере Не ставите пенальти Ну конечно Надо использовать Спортака Были истерики Вот скажи Были истерики Ты был на матче Чьи-нибудь Там не знаю Абаскаля Игроков И кто-нибудь Птихал Сука Гаспром Ну Соболев сказал Что домашнее судейство Он еще прерывится Сказал во флэше Потом после матча Подтвердил Ну то есть У Симака Говорю У Абаскаль Сказал Что будет скандал Типа Что был Финальти на Кейта Что был фол На Зобнине В центре поле Перед А там реально Зобнина Просто можно было не трогать Вообще Я не знаю Кузяев Зачем его локтем Херакнул Без понятия Вообще Причем Там смешно Что видно Что Кукуян Прям смотрит В этот стык И ничего Не предпринимает И причем Вар же не может Мешаться Потому что По протоколу Вар Прошло слишком Много времени Между этим фолом И голом То есть Это уже не та Фаза атаки То есть Тисто По букве закона Иванов прав Что не вмешался Вообще Катастрофа И я тебе скажу Так Вот шесть лет назад Пять-шесть лет назад Были разговоры Что Был один матч В общем В Петербурге И Зенит выиграл Этот матч Матч был важный Это была РПЛ И якобы После этой игры Судья Вместе С представителями Зенита Поднимал тост За победу Зенита Я это слышал Естественно Это звучит Как Городская легенда Как полная байка Но когда Действительно Кукуян смотрит И так далее Ты начинаешь Потихонечку В это верить Слушай Я не верю В заговоры Я не верю Что Зенит Заносит деньги Судьям Или что Зенит Как-то влияет На них С помощью Админресурса Да Не исключаю Что когда-нибудь Я расследую Или кто-нибудь Из моих коллег И мы выясним Что в российском футболе Существует Своё кольчеполе Это Не хочется верить Что Кукуян Нормальный парень Вот такой исполняет Он нормальный мужик Не Он нормальный мужик И хороший судья То есть Поэтому Если смотреть Он входит Топ-3 Сто процентов Он Карасёв И там Я не знаю Безбородов Например Вот Ну просто Мне кажется Это Ну слабое судейство В конкретном матче То есть Я не тот человек Кто склонен Видеть там Заговор Газпрома Против Спартака Или когда Ошибается В пользу Спартака Что это Поработали с судьями На встрече с командой Ну да Это всё звучит Как бред Но тем не менее Вспоминаются Какие-то детали Пазлы Знаешь Подозрения возникают То есть Самое страшное Уйти в конспирологию Стать Николаем Еременко Который написал Вот столько томов Ты может быть не знал Как покупать И продать российский футбол Тайны российского Там такой бред Написан Забористый Вот в это Уйти не хочется Но такие эпизоды Конечно подбешивают И скажу так Ну я поиздевался Над теми Кто Над теми фанатами Спартака Которые прям Забузили из-за судейства Да Но если бы я У вас инвалида Был великий стрим Абсолютно Если бы я был Просто болельщиком Ну который типа смотрит Например Вот как я смотрю UFC И недавно На мой взгляд Несправедливо поступили С Генри Сихуда Оставили этого гномика Моего любимого Даже без ничейки Вот Который вернулся Спустя три года И я такой Ограбили Его ограбили Ну ты смотришь Как бы И тебе просто Не нужно где-то Публиковать свое мнение Ты просто Сидишь И возмущаешься Из-за арбитров Я понимаю Валечка Спартака Как вы так делали Вот так скажу И ничего совершенно странного Да конечно Так У меня был прописан вопрос Берет ли Зинитю Кавина Вот Симаку нравится Слушай я бы дал Ну процентов Я бы все-таки Сейчас оценил Выше 50 Если честно Ну 55 А сумма какая может быть? За Чу Кавина Слушай ну Во-первых Тут же еще играет роль То что он Не играет В основе Динамо До сих пор Хотя по всем Как бы качествам И скиллам Парабы ему уже это делать И он доказывает Что он крут Когда выходит на замену Ну смотри Макарова в свое время Динамо выписывала Из Рубина За 9 Да 9 миллионов Здесь Зинит Ну талантливый Русский форвард Ну около Наверное Такая же сумма Плюс-минус Ну наверное Если мы будем Вообще анализировать Историю трансферов Зенита Наверное 9 это Край Это край Ну вообще То есть ну 10 край Для округления Скорее ну 5-7 Наверное Они предложат За Чу Кавина Я не знаю Стоит ли на такой Динамо Соборщак А если они предложат Кассиеру И бабки Как ты думаешь? Слушай Кассиера в этом сезоне Так себя зарекомендовал В кавычках Что мне Вместо сотки Тысяч евро Ладно Но если серьезно Кассиера Ну 2-3 Все равно стоит по-прежнему Ну стоит Кассиере в каких-то моментах Не везло Он же там Ну да Участвовал в создании Их-жи Один сезон так Другой сезон Он раскроется Как вот Заболотного же хоронили Даже после Зенита Между прочим Вот когда Помнишь Манчини остался Только Заболотным И он забил Только по-моему Хабаровску В том сезоне В последнем матче Когда признали Этот гол лучшим Вот так и Может оказаться Просто не забыть У Камена После матча Ты провел Немало времени В миг-зоне Я слышал Пообщался С самим Михаилом Киржаком У которого Титулов чемпиона России По-моему Уже больше Чем Александра Причем Может быть Даже значительно Больше Блин Мне так Было бы так Классно Если бы Знаешь Человек Который Не отбивает Пенальти Отбил Тут Пенальти От промисом Было бы Прямо очень Красиво Причем Он говорит Я говорит Анализировал Куда он бьет Прыгнул Прямо туда И все равно Не достал Ну блин Ты же слышал Что он говорит Я раньше Как только я начал Анализировать Бьющих Я перестал Отбивать Да И он же Пообещал Мешок с картошкой Подарить Болельщику И он как раз Сказал Что я теперь должен Мешок картошки Этому человеку Но хочется Посмотреть на вручение У меня есть Очень классная История Про Мишу Киржакова Это было в Бишкеке Когда мы Летели Из Киргизии Вместе со сборной Это по-моему Первый и единственный Его вызов в сборной Да Мы летели Из Бишкека Со сборной Сразу после матча А ему Видимо У него там был друг В Бишкеке какой-то И он ему нагрузил Я сначала думал Мы стоим На багаже На регистрации багажа И у него с ним Такая огромная Коробка картонная Прям огроменная Я думаю Что он там везет Прилетали вроде не было Оказалось Что ему нагрузили Туда спелых фруктов Дыни там Бананов Винограда Яблок Там еще Еще чего И он короче В самолете Это все раскрыл Караваев пошел К этим стюардессам За ножом И все это мыл Чистил В итоге он дыни Угощал весь самолет Очень вкусно было Прям Киржаков После этого Прям вообще Сердечко мое История впечатляющая Интересно Осталась ли картошка С тех пор Не Керш вообще Супер Я рад По-человечески Я очень рад за него И мне нравится Как он высказывается И в том числе И против Найди И я в открытую Говорю Что нынешний вираж Который есть на Зените Это херня полная А вообще Как атмосфера Кстати На чемпионском матче Слушай Ну сколько там было Почти 50 тысяч По-моему 48 тысяч Если я не ошибаюсь Ну типа Я знаешь Я отметаюсь Если честно В оценке Того что происходит На Зенит Арене С точки зрения Атмосферы Потому что С одной стороны Круто Когда у тебя фанатка Не пустует Да Но с другой стороны Замещать вот таким образом Как будто Низко По отношению К реальным фанатам Не ну это правда Низко Это прям вот вообще Это настолько Это ниже чем Генри Сихуда Да И Я прекрасно понимаю Как фанаты Меня спрашивают Реально Есть люди которые Ходили на вираж Еще во времена Петровского А потом они откололись Ну и вообще Ушли из этого фандвижения Они мне говорят А где собственно Какие-то большие возмущения Ну прям вот яркие Можно Когда были Были вообще Был бузеж дикий Когда темненьких ребят Привозили Во всякий манифест Да 12 или что-то такое Вообще ужас Ну то есть Расизм на расизме Было в этом положении А сейчас Ну типа Ну плохо Как будто вот Перетащили на Газпром-арену фанатов Прикормили их И сейчас они такие Ну у нас же Ну как-то уже неудобно Ну пусть делают Что им нравится Ну я просто страны Очень-очень большой Дистанции слежу Но какого-то Большого скандала Я не вижу Я вижу Возмущаются люди Из медиа Которые до этого Ценили вираж Потому что вираж Умел не только Выбегать и Например бить Владимира Граната И не только стоять Около Вот этих рекламных щитов Но и классно Перформировать То есть вообще Кайф полный У меня первый поход На стадион В ложу прессы Там как раз Был перформанс Посвященный Юбилею Ленинградского рок-клуба И там пели Куклу колдуна И они так классно Это исполняли Вообще И в принципе Там хорошо пели У них поющие ядро Все дела Вот на Петровском Вираж был силой Сейчас Какая-то получается Саморская шляпа А которую вытерли ноги А Соболев Кстати сказал После матча Что Большой респект Зениту Как они работают С фанатами Ну значит Соболев Адекватен Что ты можешь сказать Или не особо Ну с фанатами Я не знаю Как работает Зенит Наверное Он имел в виду болельщиков Да Он имел в виду болельщиков Да Ну то что происходит Полный стадион Типа почти Полный стадион Наверное Просто футболисты Затрахались Играть Вот на этих Незаполненных Ну это правда Видеть эти кресла Пустые Думать Блин То есть Я допускаю Что у некоторых игроков Ну такое маленькое отступление Может быть даже у многих игроков Все-таки Совесть Капельку скребет Типа А рыночные ли бабки Мы здесь зарабатываем И когда ты еще не видишь Вообще никаких зрителей Да И ты понимаешь Что на тебя еще Не потратили деньги на билеты Не пришли смотреть Да не Они все переживают Из-за этого Ну то есть Тут нет такого Что им плевать На именно отсутствие фанатов Ну то есть Можно дискутировать По многим поводам На которые Футбикам может быть плевать Но не на фанатов точно Так У нас был Маленький спич Твой про Михаила Киржакова Удалось ли накрысить Алексису Тармину Так Легендарный человек Про который сейчас напишет Да его кто угодно Из РПЛ за 50 тысяч То возьмет Вот Он мало играет Да Конкретно мало Да И он интересен Динамо и ЦСКА И Ростов был И Ростов И шансы на его уход летом Слушай Зависит от продолжения Потому что он же Недавно пробил контракт По-моему Чуть ли там Не три месяца назад Или не два месяца назад До То ли на пару лет Я не помню Но я делал интервью Да С Клюевым С агентом В том числе Сутормина И так Ну наверное Можно Сквозь Так сказать Прочитать сквозь буквы Сквозь фразы Что Ну не очень Они естественно довольны Естественно Они хотят уйти Но я так понимаю Что там есть препятствия Со стороны руководства То есть типа Он нам нужен Как игрок ротации Там все дела Потому что мне кажется Ну если бы Зенит не чинил препятствия И он бы давно уже ушел Потому что были Конкретные предложения Из Динамо было конкретно Из Ростова Было Федотов В ЦСКА Федотов же вообще Влюблен в Сутормина По работе В Оренбурге Да Они вместе Да Там как раз Засверкался Да То есть Федотов Прям очень Хотел бы видеть В ЦСКА На самом деле Сутормин Я думаю Помог бы ЦСКА Пригодился бы точно Поэтому Размен Сутормина Зенит Из доплаты И берет Дивеева Ну нет В такое не поверю Слишком сложная схема Да Тогда твой прогноз Где окажется Алексей Сутормин 31 августа 2023 года Ну давай допустим Что в Динамо Хотя больше верю Что все таки Останется в Зените Но из президентов Прям в Динамо Наверное Окей По поводу Спартака У нас какой-то Сейчас скажут Бомжатский выпуск Так Спартак Выпал из тройки Да Вылетел из кубка Да А Баскаря Большая ЗП Игра Сегодня она была Достойной Но такое ощущение Что как только Зениту нужно было Прибавить Зенит прибавлял Кто-то вот Говорит так Я лично считаю Что Спартак Сыграл очень хорошо Особенно в меньшинстве Да Потому что Когда стало 2-1 И 11 на 10 Я думал Что сейчас будет 4-1 Или 5-1 Случилось 2-2 Но все-таки Что нужно произойти Чтобы зашаталась Креслица Под Абаскалин Ну я не знаю Проиграть все матчи Там Абаскалин Большой кредит Доверия То есть в клубе Многие под него Подстраиваются В том числе И медиа службы Вынуждены под него Подстраиваться И так далее А вынуждены подстраиваться Все равно Закрытый клуб Да То есть многое запрещается Многое не дается делать Потому что Абаскалин Так кажется Лучше Что так будет лучше Для команды И так далее Поэтому я не вижу Каких-то больших шансов Вообще Ну даже маленьких шансов На то что он может Уйти из Спартака летом Если только Он не позовет кто-нибудь Севилья какая-нибудь Ну какая-нибудь Кого берет Спартак? Слушай Очень тяжелый вопрос Потому что Как будто бы у них все Есть То есть У них Им почти нечего усилять Ну протарскую позицию Усилять бредово Хотя там да Селихов сегодня Напривез А я просто реально Вот я дописал этот вопрос Когда прочитал Что люди думают Про Селихов Ошибся с Динамо дважды Ошибся с Зенитом Не вывозит важный матч А если с ЦСКА привезет Вот и так далее А с Акроном Играл Максименко Или нет? В Купче Максименко Вот Значит Просто Отдельные гении Я видел комментарии про Акрон И Акрон повесили на Селихова Слушай Ну Он же очень У него этот сезон Прям был очень надежный Вот Именно до матча с Динамо Вот у него после Динамо Какой-то прям слом произошел И он начал ошибаться Реально Привозить Слушай Ну нет Ну подожди А когда он привозил После Динамо Кроме как с Зенитом Там был по-моему гол Я не помню с кем С кем-то они играли Ну Между этими двумя матчами Там тоже был Ну с Краснодаром Если вспоминать Но там по-моему Не было каких-то прям Привозов Ну привозов Да не было Там были такие Знаешь моменты Которые заставляли нервничать Там мог выйти Не совсем правильно Мог там Опять как он сегодня Финты пойти Какие-то Крутить Непонятно зачем Вот Не Враговскую позицию Сидеть нет смысла В обороне Конечно Дуарте Это Я не знаю Кто привез этого человека За 4 миллиона Петкович или Эдуарте Блин Как будто даже Петкович Нет Я даже Кафрие был лучше Блин Господи Я уже забыл Кафрие был лучше Эдуарте Ну по первому впечатлению Ну блин 4 миллиона евро За человека Который вообще Не одупляет Как защищаться Еще сегодня Ту Красную Получил Вот по Красной Вообще Ни у кого вопросов нет Там В ПСЖ поехал Я не знаю Куда там На МРТ Да На МРТ Нет Эдуард Это прям мрак Конечно Нет Ну и центральный защитник В таких условиях Наверное Спартаку и не помешал бы А так В целом У них все укомплектовано В атаке Полный комплект В центре поля Мне кажется Тоже комплект Из легов Уйдет кто-нибудь Например Мозес Ну вот Мозес Наверное Только Если Сколько процентов Ну процентов 35 Ну не особо Много Может не волноваться Уважаемые болельщики Спартака Не со всей симпатией Вот после Спартака У нас видишь Спартак Настолько закрылся Что его неинтересно обсуждать Понимаете Вообще Господин Маскаль Соберитесь Вот например Валера Карпин собрался И вернул себя Начало десятых И сказал Что он сказал По трибуном помещении Вот блять Он сказал И потом Смотрел С трибуны На матч Против факела Ростов запсиховал Вот ты думаешь Что у Ростова Проклятье Генича Разбудится Хотя бы в каком-то виде То есть Выпадут истрочные Ну Слушай Проиграть факел Плюс ЦСКА На ходу Спартак Тоже как будто бы Не собирается Сдаваться Сдаваться Да Поэтому Для них В любом случае Быть в четверке Для Ростова Вот этого Которая Ростова Без трансферов Это выше всяких похвал Поэтому я не думаю Что они прям сильно будут Что ли печалиться А есть инфа Кто и зачем Троллил Генича Вот как это все работает Слушай У меня нет Точной инфы Кто Но как бы Зная как происходят Вещи В футбольном клубе Ростов Как Скажи Ну Все Такие посты Точно Не вышли бы Без одобрения Там Рыскина Или Рутюнянца Скорее Рутюнянца Вот Поэтому я думаю Что это Я не думаю Что это Карпин Ну вот в это Я вообще не верю Потому что я видел Там типа Мнение Что это Карпин Попросил такой пост Написать К Карпину вроде Хорошее отношение Евгеничина Если я ничего не путаю Я думаю Что это Рутюнянц Честно Ну вот это моя версия Дальше С его санкции По Ростову Кстати вот Ну если кто-то не в курсе Ростов Подкалывал Генича Очень неизящно Очень коряво После матча Некрасиво вообще Да Спартак Бедный Константин Михайлович Что даже Дзюба Признал Что Ростов Не прав И они на этом фоне С Геничем Помирились Ростов сделал Доброе дело По итогу И Генич записал Свои пять кружочков Сказал Что типа Ладно Ростов Не проигрывайте Пять матчей И с Дзюбой Они помирились Но Ростов Нет ощущения Что раздербанят В конце сезона Ну смотри Камличенко нет Почему Да слушай А кому Кому он сейчас нужен Глобально Ну то есть Ни у кого Ни у кого Ни у кого Ни у кого Нет особо проблем С форвардами Да Ну у Локомотива Комплект У Спартака Комплект Зениту Ну вряд ли Нужен еще один человек На место Ивана Сергеева Динамо Он уже там был Да он уже там был Поэтому Ну он Ростовер Нет Они не будут возвращать Камличенко Это они Они такого не делают Это не внести Легальского Если продали То уже с концами Вот Поэтому нет Он на своем месте Будет сбивать Там свои Голи Я рад за Камличенко Глебов так и будет Пыхтеть В Ростове Вот С Глебовым Блин Он как будто бы Он потерял момент Когда надо было уходить Вот У него же был там Интерес по-моему Спартака Он сам отказался Год назад Вот Ну Динамо Его по-моему Хотела Если я ничего не путаю Норманджек Сейчас стать Еще вернется В Ростов Скорее всего О Легионер Да Ничего себе С ним фоткаться будут Да Динамо же Не собирается Его продлевать Потому что Ну Аренда в Динамо Это конечно Права вообще Ну да Там вообще кошмар По-моему 1.8 Они ему платили Да Да Это кошмар Ну то есть Такие Причем так все хвалили Ну поделало Что выписать такую аренду Это круто И в итоге Вообще Провалище Ну смотри Кого могут забрать Сильянов уже все Точно Аут Вам в чатах написали В Локомотивске Что коллеги Они подтвердили Мой инсайт Да Молодцы Через день Красавец Осипенко Вот еще Вот Осипенко Зениту Например Как вариант Ну точнее Не как вариант Он есть в списках На усиление Центрального защитника Ну я не удивлюсь Потому что Осипенко В порядке Осипенко еще И пенальти Он штампует Кстати А у Зенита С пенальти Там не особо Все хорошо Так что нет Ну Осипенко Это вероятный вариант Почему Как-то как может Кто может уйти Из-за стола Кто еще Слушай Ну мне кажется Особо-то больше Некому ходить Щетинина Сейчас не будут Продавать еще рано Кто еще Песняков на банку Не хочет переместиться А зачем Ну может быть Ростов Может подпишет Ростов же хочет Подписать этого Акацева Из Краснодара Ну так вот Ростов хочет А Песняков на банку А ты имеешь Я имел Я подумал Что Песняков хочет На банку Какого-то клуба Какого-то переносить Акацев из Краснодара Это дублер Софоново Может оказаться В Ростов Сколько процентов Ну слушай Они проводили уже Переговоры Такие Ну процентов 40 Может 35 Не так и мало Ну да Как Краснодара Отпустят Не отпустят Там же еще Зависит от того Уйдет Сафонов Или не уйдет Опять Я не буду тебе дарить Очевидно заголовок Сафонов Извините Куда перейдет Сафонов Об этом поговорим ТСК Москва Несколько раз Мы уже упомянули Это же Спартак Да Так вот Мы уже упомянули Несколько раз Игоря Дивеева Да Уйдет или нет В процентах Как обычно Два ляма свои Получится в год Или не получится Ну это кстати Херня Вот то что там писали Что там Вот это Я вообще выпал Что Федотов Хочет продать Дивеева И сделать ставку До Агапова И типа Он травматичный Я прочитал А ферня Это что У Дивеева Два миллиона В Замаде А сколько он хочет Я думаю Что Ну около Может быть 1.8 Например 1.7 Там же надо понять Что не Дивеев Просит эти деньги А в сторону Дивеева Дивеев вообще Пофиг Он бы за 30 тысяч рублей Играл Нет Нет конечно Но он просто В эти контрактные дела Особенно не лезет Но понятно Что есть Есть интересы Зенита Это по-моему Уже почти никто И не скрывает Что там Есть предложение И это один из Как бы стопов Почему Ну то есть Как рассуждается Сторона Дивеева У нас есть предложение ЦСКА повторяет Это логично Да Самый правильный шантаж Который может быть Да Да Ну то есть Даже не тоже шантаж Но это просто Деловые переговоры Да Деловые переговоры Но В процентах Дивеев 7.7 останется 30 уйдет Где-то так А вот интерес из Италии Это все Слушай Ну он есть в списках Но не у Наполи Насколько я знаю То есть То что там Прямо активно Продолжает писать Про Наполи Ну как-то Неловко Немножко За коллег Не находит У меня подтверждения Скажем так Но то что он хочет Европу Это да Ну то есть Он и сам Мне про это говорил И это как бы Я знаю Это видно Что Другое дело Что он в последних Лиграх что-то играет Так что как будто бы То ли на него Так переговоры Влияют Или еще что-то Но вот он и сегодня С Оренбургом Там подпривез Хоть и голд забил А какие еще цели У ЦСКА На трансферное окно И кто может уйти Там непонятки С Мойзосом С Мойзосом С Мойзосом Да По выкупу Он же в аренде Но он вроде Ну то есть Федотов хочет Естественно Сохранить Потому что он полностью Устраивает его И он классно В команду вписался Не я думаю Что Мойзоса выкупят Ну Щеников точно уходит А куда Просто в никуда Да Я думал Что вполне возможно Что карьеру сейчас завершить То есть это будет Как Кейс Евгения Макеева Который при Карпене Сыграл больше всего матча А потом просто пропал Да Ну слушай Щеников 90-го года Куда ему завершать Ну он на травмах Ну хотя не знаю Идти в какой-нибудь Как я не знаю В факел Доигрывать 91-го года 32-го Кстати Видел он блондины покрасился Выглядит Я другого блондина вижу Потрясающе Вообще Я обалдел сегодня Когда увидел Вот Ну Щеников Короче точно уходит Кто там еще есть На Бабкин На Бабкин По-моему продлевается Еще на год Как раз таки На Бабкин По-моему 86-го года Слушай, На Бабкин вообще в порядке В полном Он в этом сезоне Вообще К него ни одного вопроса нет Топчик Вообще Легенда Это просто индикатор РП У нас 36-летний На Бабкин До сих пор в порядке Ну и не просто Он спрогрессировал А какие-то есть По желанию Филотова Какие линии Какие позиции Усилить Они ищут игрока На фланг Атаки Я забыл Фамилию чувака Ну пришлешь потом Да Это короче Египтянин Из арабского Чемпионата Тогда можно не присылать Скорее всего Не будет Просто Не будем голову засорять Ну короче Там есть интерес к нему Вот Они там общаются Ну короче В атаке В атаке Филотов Идет усиление Ну я думаю Что-таки Что Ну центр поля Немножечко еще Попробуют укрепить Там были слухи Что Мухина Хотят отпустить Типа Что точнее Локомотив Хочет вернуть Мухина Вешеные бабки Да За 4 миллиона Насколько я знаю Это фигня Ну то есть Не хочет Локомотив вернуть Мухина Да и вроде как ЦСКА Не хочет с ним Расставаться То есть понятно Что он мало играет Ну типа аренду Я не исключал Какую-нибудь На сезон Но Мухин Ценный актив В ротации Он вполне себе Игрок Поэтому здесь Я не жду Каких-то сильных Изменений у ЦСКА Летом Из того что я вижу ЦСКА Этой весной Может быть доволен Собой Больше всех конкурентов Да Потому что они уже В финале кубка Вроде в нормальном Да Все в суперфинале Все Они просто сыграют В Лужниках Один матч будет Если у Лужника И скорее всего Они в тройке Вот сейчас Прямо ЦСКА Второй Но даже если Четвертое место На самом деле Исходя из прогресса В игре Ничего страшного Это микрокризис Матч и Спартаком Опять же важный Но ЦСКА Прогрессирует Да Это уже видно Сможет ли ЦСКА В следующем сезоне Перчаточку оформить Перчаточку Ну и трансфер Нужно Если будет Какой-нибудь Прям мощный Такой трансфер Который Позволит игре Как раз Туда и сюда Не скакать То да Почему нет Ну не там Чтобы прям Оформить Оформить Но побороться Сделать заявку На то Чтобы побороться Не за три тура До конца Не за четыре А хотя бы Хотя бы в последнем Туре Это уже окей У Спасимака Реально Пять чемпионств И все досрочные Да Это вообще Просто дичь полная Нокаут Соберитесь Друзья Из РПЛ Конкуренты И так далее Но переходим Динамо На Динамо Это великий клуб Блин Динамо Каждый раз Каждый раз Динамо Пафосно Какую-то церемонию Устраивать Скатывает Вот-вот Сейчас будет Здорово Здорово До матча Здорово И фактурно Потом после матча Правда После матча Обычно грустно У нас руководители Стоят Респект Респект Большой Гафину Респект Большой Пивоварову Здесь на самом деле Нужно сказать Что они После каждого матча Несмотря на результат Общаются И прямо отвечают На все вопросы Это работа Динамо Симонова Я думаю Что объяснил просто Дополнительно общаются Ну наверняка Но так иначе Кто бы за это Не отвечал Респект Это круто Но игра Еще и этот Пуховик за 150 тысяч Тебе выделили? Нет Но он же в Гуме продается Оранжевый И очень смешно Динамо Москва Я пришлю вам адрес Следующий выпуск Айбэм Мы с Андреем Панком Готовы провести В ваших пуховиках Да Присылайте Прямо в них завернемся Будет небольшой Продакт плейсмент Ты готов? Сто процентов Согласен Итак У Динамо На поле Не в ЦУМе Не в Гуме Все так себе Ладно Там у них Макаров Не особо прижился Я смотрю на его мучения И понимаю Что вот Наверное Один из самых Переоцененных В плане трансферной Суммы Но это все ладно Меня что волнует Тренер самое главное Не будет Йокановича в тройке Это все уже осознают Просто Я так понимаю Руководители Динамо Не стали говорить Ну в конце сезона Славишь Йоканович Пойдет нахер Они начали говорить Если не попадет в тройку Они с тем же успехом Могли сказать Если не займет первое место Да Ну все равно До свидания Славишь Йоканович Ну кто место Ну кто Ну кто Слушай Давай Я тебе сейчас Наверное Ну да Наверное я все таки дам Вот этот инсайд с утра Что там пошурее Контакт с личкой Даш А мы неделю назад Об этом говорили В семи инсайдах Ничего себе Ты какой Молодец Личка Из Оренбурга Тот самый Марцел Розовый свитер А розовый нельзя В Динамо Почему Ну там же Все оттенки Красного Ну розовый Договорят Договорят Пропишут Контрасты И в Гуме Будут продавать Розовый свитер Ну причем Я так понимаю Что если Они там еще Ну какие-то контакты Что типа Если личка приходит Аргентинцы приходят Которые оренбургские Ух ты Вера И кто-то еще Мансилья Да И третья еще Флорентин Там вообще Марин Марин Все молодцы Они Это реально Вот Оренбург Это такой Мини чешский Зенит Потому что там Вместо чехов Латиносы А чех все равно Есть Классный 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 вариант Это будет очень интересно Другое дело Что получится И в таком давлении Ну может быть Опять же Повторение Божевича В Динамо А почему нет Или эту Петреску Сейчас говорят Что Божевич Тогда подготовил Вообще Весь фундамент Помнишь Как Динамо До сих пор Есть люди Такие Слегка Тю-тю Которые говорят Что Динамо 11-12 Это вообще Лучший футбол Пока он не сломался Весной 12-го года Лучший футбол Который они видели В РПЛ Ой что Исполняли Симшов Самедов Курани А есть же и про Силкина Такая же байка Что ты Силкин поставил Нет Что типа Что и футбол Силкин Это вообще Лучший Динамо Которые они видели Ну так вот Это было при Силкине Если что А Все Просто Силкин Типа на багаже Божевич Лички Желаем удач Вообще Ничего против Лички не имеют Лички вообще топ Если про Динамо Классно Про Черчесова Не верю Николич Николич Верю Что контакты Что давно хотят Но скорее Если выбирать Между этими двумя Наверное Что-таки Личка Чем Николич Черчесова Я вижу Только в одном Клубе В РПЛ Что может Обудить его Вернуться Из-за Европейского Трифа Давай Спартак Москва Конечно Он мечтает Стать чемпионом Со Спартаком Это прям У него цель Прям Незакрытый Гешталь Блин Я бы очень хотел Это прям Возвело бы Борьбу в РПЛ На новый уровень Честно То есть ты веришь Что Черчесов Бы навязал Со Спартаком Сто процентов И сработал бы Лучше Абаскалер Ну не хуже Точно Ох ты Краснодар Не светится Совершенно Не светится Как прожектора На стадионе Краснодара Во время матча С Акроном Вот кстати Начнем с этого Смотри Я что узнал Если кто-то не в курсе Матча Краснодара Акрон Кубок России Вырубился свет Перед штрафным Акрона Который те Прямо во время Да Прямо во время штрафного Под конец уже матча И при этом Я узнал Что Есть источник Бесперебойного питания Для прожекторов Реклама не погасла И Появились теории Гипотезы Что вручную Просто настолько Нервничали Такие Сенаторы Краснодара Что Специально Просто дернули Рубильник на нервах 1% Даем на такое Ну 1% Можно дать Но я не слышал Ничего права Но вот тем не менее Все-таки Есть такая версия Но при этом Там же Оффсайд Самое смешное Что линейный В темноте Оффсайд зафиксировал Причем правильно Там же Почему Там же Включили свет И Краснодар Разыгрывал Все подумали Что за бред А там же Линейный Оффсайд поднял Во время штрафного Оказывается В темноте Сейчас теория Михаила Барзыкина О том Что РПЛ И вообще Российский футбол Судят кроты Которые хорошо Ориентируются В темноте Подтверждается Да Ну ладно Краснодару Мы перейдем Теперь по поводу Контрактов Так Уже Краснодар Как-то вяло В прессу Что-то пропускает Были новости Что Ионов Чао Чао или нет Я думаю Что да Но все-таки Возраст 89-го года Всего лишь Ну всего лишь Для Краснодара Нового Обновляющегося Наверное Все-таки Все-что он мог Дать Краснодару Он дал Рамирс Который Подпривозил Со Спартаком Подпривозил Да Но вопрос И не только Со Спартаком Есть ли На кого менять Все-таки Он легенда клуба Я думаю Что годик-то Ему еще могут дать Контракт Какие-то еще есть Инфоповоды Связанные с Краснодаром Ну Спиртиан А да Спиртиан Куда Ну есть Германия Есть Италия Есть Франция Вот это то Что я слышал В Германии Идет активная работа В Италии Идет активная работа По Франции Там есть По Линии Точнее В Германии Есть по Линии Фарка В Гладбухе Да Во Франции Там по-моему Есть Марсель По Линии Рибалты Который знает Кого Из-за работы В Зените Да То есть Ну интересно Будет Что будет Со Спиртианом Понятно Что Летом Ну не то Что прям Точно Ну сколько Процентов Ну 80 Ну нормально Да Акмалка Да Вот Ну это интересно И будет красиво Если Краснодар В итоге Выиграет кубок И он Как бы Идет Исполнив свое обещание Что Вот Трофей выиграем Теперь ухожу То есть Он как Агуэра Агуэра сказал Я без Лиги Чемпионов Не покинул Не покинул Не покинул Покинул Да Так С Краснодаром Мы порешали Еще один Южный клуб Вот Сочи А там в Сочи Дмитрий Хохлов До сих пор Главный тренер Ну это до конца сезона А кто дальше Ну слушай Осенькина Сматывает Сочи тысячу лет Там чуть-чуть Не по-моему Второй год Ну Посмотрим Я не верю что Осенькин Идет из крыльев Но если там вдруг Крылья завалит Концовку И вдруг Там нет Встыких Оказывается Там еще не дай бог Вылетят Чего я не очень не хочу Точнее очень не хочу То может быть И Осенькин Сочи быть Какой-то странновато Ты вылетел с крыльями А тебя берут Вроде бы Команды Команды Которые очень надежно Себя чувствуют Уровень Уровень Осенькина Не подвергается Да Не подвергается А тебе еще три года назад По-моему Осенькин не был На таком хайпе Ну не был конечно Но крылья Классная команда Почему Сочи Убрал Бердыева Почему Рутенберг Который фанател Бердыева И хотел его взять Еще долго ранено Да Сам же и засрал Слушай Ну первое То что я слышал Это Ну как только Была отставка Что разочаровались В его футболе Это первое Что мне сказали Люди из Сочи И вокруг Сочи А они ждали Ну вот чего Ну то есть Я не знаю На что они рассчитывали Может быть Бердыев им там Сказал что он Изменился И будет играть В атакующий футбол Ну то есть Они Ну футболом Были точно недовольны Руководство Сочи Ну Есть возможно Какие-то такие факторы Которые Ты там Пытался завалировано Озвучивать Я? Тебе кажется Нет Какие факторы Не будем проникнуть Мы не будем Не будем их упоминать Нет Никаких Там все честно Это вообще Просто Экологически чистый клуб Сочи Я думаю что Ну там все было окей Но просто удивляет Что реально Ротенберг додумался Скажет Да даже при Гаранине Ярче играть Гаранин конечно Шляпа полная Но Бердыев вообще кал Он сгорел Видишь Так нельзя себя вести По отношению к бывшим тренерам Мне кажется что это просто абсурдно Согласен Это на уровне Федуна Избитого летчика Это элементарно Не круто И вы кого будем притащили Просто вот найдите Например цитаты Руководителя Зенита Ну вот Зенит принято утирать Да Ну типа В принципе это империя зла Бла-бла-бла Но найдите цитаты Допустим Про Манчини Про Манчини Про Луческу Про Боша Бош закатывал такое В последний сезон Что по хорошему Его репутацию Можно было уничтожить Вот так Ну как не в России А это бы еще перевели Там в Европе Ну да Но Зенит не стал этого делать Ну жалеем У меня Зенит профессиональный клуб Все-таки При всем как бы При всей большой Нелюбви к нему У многих Как говорится Если ты плеваешь Бывшего тренера говном Это значит ждет Твоего нынешнего тренера Потом Неплохо Как говорил Классик 8 лет назад Неплохо Кто-то говорил Неважно Один инагент На Баттлее с Джонни Боем Но Ротенберг Просто меня поразил этим Вот я перечитывал Я тоже удивился И был в шоке Но ты считаешь Что может быть Осенькин Но если не Осенькин Хохлов Ну у него не оставят же Нет Хохлов не оставят Ну а кто тогда Иностранец может быть Да Почему нет Ну личка же Личку же нашли в Оренбург Могут и в Сочи Иностранцы найти Вполне Почему нет А могут Гарани Навернуть Его-то из Енисея Вроде убрали Не Да Я не видел Ну там Вроде бы уже Он близок К тому Чтобы покинуть Я упустил Интересно Ну это вообще На самом деле трагедия Год назад Гаранин и Гогниев Были на диком респекте У всех Да Гогниев там Мы с пацанами Искренний футбол Гаранин до Спартака Там просто Выщелкивал команды Ну реально Не чувствовал Локомотив Помнишь Они вообще Поимели А сейчас Гаранин не придели Даже в первой лиге А Гогниев Мне кажется Очень в рехабиле Гогниев Да Надо доходить За Сочи У нас локомотив Да С локомотивом У нас только одна дилемма Кого берут из крыльев Кого возьмут из крыльев Да Потому что Дзюбу оставляют С какой-то зарплатой Ну да С какой примерно Да фиг его знает Ну сколько ему давали Ну лям плюс евро в год Ну я думаю да Лям один Лям и два Ну нормально Кого возьмут из крыльев В локомотиве Ну берут этого Господи Соколова Если не путать Ну который сам уже признался Типа Откройте трансфер-марк Я уже там А потом да Потом локомотив Через значит Вы выдал цитату Типа Не знаю Что там пишут Может быть это и не правда Балбесничество Конечно Полное Я вот в шоке С такого Ну типа Ну если вам надо Как-то провернуть Ну вы как-то придумаете Там нормально Человек сначала говорит Одно Потом говорит Я такое тоже Опять же Первый раз вижу Типа Да на трансфер-маркете Не обманывают Все нормально Да-да-да Так Ну кто еще Коваленко Коваленко Борьба будет за него Между Локо Зенитом И Динамо Наверное Я бы тут Зениту Все равно отдал Вот кстати Игрок Который Нравится Очень Симаку Очень сильно Симак Очень сильно Его котирует Он его очень хочет Вместо Кузяева Возможно Если он уйдет Ну либо Даже Независимо от Кузяева Коваленко Очень нравится Симаку И Зенит Будет за него бороться Но как бы У Локомотива Есть преимущество Агента Да Павла Андреева Но Зенит Поворится Так У Локомотива Нет планов На легионеров Каких-нибудь Из Крилев Там же Констанция Забивает Констанция Забивает Башкой забивает Гленн Бэйл Задержится Зачем У Локоти Сейчас Крайних защитников Возвращение Сильянова Солить Можно Мне кажется Там и Князян И Живоглядов И Смольников И Сильянов Смольников Смольников Ладно Приблыли Так По Локомотиву Нинахов По Локомотиву Переподпишут Летом Галактионова А у него У него на полтора года Контракт Я думаю что да Ну я ничего Про это не слышал Но он зарекомендовал А ну Центральный защитник Еще будет у Локомотива Какой? Ну они еще Там есть несколько Кандидатов Там тот же Евгениев Как раз из Кыльев Фигурирует В списках Плюс Есть еще несколько Российских защитников Которые Пока не могу называть Ну давай На ушко Тихо Петля поймает И стоп 3 Ладно И стоп 3 И РПЛ Да Нынешний Топ 3 Ну из команды Из команд Топ 3 РПЛ Ну то есть Это либо Зенит Либо ЦСКА Либо Ростов Да Ну вот из них Выбираете друзья Ребус От Андрея Панкова Да Факел Здесь вообще Максимально коротко Подробности смены Пятибратова На Евсеева Что это за мутка Такая случилась Просто решили Что Евсеев Из тыков Вытащит С большей вероятности Чем на Пятибратов Вот у тебя логика Никаких вообще Подковерных игр Да Химки Ну вот Химки Мой любимый Любимый клуб Веришь Что Андрей Талалаев Там вот через год Там будет Давай так Через год Я не знаю Ну слушай Ну ему дали контракт На 5 лет На 5 лет Ну почти как Дэвид Моэс С огромной неустойкой Да Слушай Ты считаешь Что есть неустойка Он утверждает Что все по пацанским понятиям Неустойки никакой нет Да есть конечно Слушай Ну в Химке Ити без неустойки Это я даже не знаю Да Гогнев же так пошел По-моему Что-то такое Это легенды Конечно Наши тренеры Талантища Александр Киржаков На Кипре И все такое Да Ну слушай Садыгов-то вроде как Заинтересован В нормальном проекте Долгосрочном Вопрос в том Что будет ли это В ФНЛ Я все-таки не верю Что Толлайф оставит Химки В РПЛ Да и там чудо Не оставит их Да Не оставит Ну о чем мы говорим Ну если они сейчас Вот с Динамо Зацепились Были бы шансы Они неплохо кстати Выглядели Ну сейчас уже Наверное все Ну я не знаю Слушай От Химок Можно ожидать Чего угодно Что там через год Опять Юран придет Но Мирзов наверняка Живет ли это Ну если они вылетают То да Куда Кому нужно сейчас Резиуан Резиуан Мирзов Слушай Ну какой-нибудь Урал Почему нет Или там Парейнен Парейнен Например Хотя нет К Юрану не пойдет А Логично К Юрану не пойдет Кто у нас там Ахмат А конфликт Юрана И Мирзова Я просто знаю Что он есть Нет Он был Ну точнее Не знаю Остался ли он сейчас Наверное остался Но это же та история Когда выпустили Садыгову на матч С ЦСКА Когда он еще забил Помнишь И Химки выиграли Это еще чудо было Там же Половина команды Отказывалась выходить На поле Потому что Юран решил Поставить Садыгову В старт И Мирзов был Среди этой половины Да И в итоге Мирзов единственный Кто остался На своем И не вышел Там не хотели Там не хотели выходить Лантратов Тихий Мирзов Еще по-моему Пару человек В итоге Они все Там половина Были в запасе И половина сыграла В основе А Мирзов не вышел Так что Мирзовые яйца есть Кахонас Как модно сейчас говорить Торпеда Москва Я в шоке Потому что там происходит Три вещи Которые нас могут удивить В плане Из торпеда Баны за улыбки Это правда? Да От Журавлева Отстранили Они там конечно Опровергают Но Журавлев Просто похитил На тренировках Латят его выгнал Просто нахер Карантин был Карантин Ну типа Сидели на базе Несколько дней А ну да Вроде бы да Ну и этого И не тфу Несколько тех Он отстранили Просто Перед тренировкой За что? Просто так Ну типа По-моему Что вы слишком Вы пагубно влияете На тренировочный процесс Что-то такое Пеп Клотет Въедет в конце сезона? Ну я так понимаю Что нет И будет в ФНЛ? Да Это прям что он готов Человек отчаянный Да Сто процент По нему видно На самом деле По его поведению Там рассказывают Что он Когда был матч Когда его удалили С Спартаком Что он с этой трибуны Там чуть ли не факт Всем крикнул Судьям И Спартаку И своим И Пута И Курова Там звучало Там все Что можно Такое рассказывать То есть там Человек такой А там есть еще Такой Савин И Рослав Савин Про него Интересные вещи Рассказывают Что он Ну такой Тоже Одиозный персонаж Ну я про него Не слышал Пока ничего Слишком рано Наверное Слушай Ну выглядит он Как-то такой Знаешь Я даже Я даже не знаю Как его описать Реально сложно Я пока его не понял Честно Но он Как человек Он похож Знаешь На Талалаева Немного В чем-то Такой президентской Версии Талалаева Что ты имеешь ввиду Ну знаешь Что-то он Прям так Любит Парамсить Там на раунах С журналистами Задать им встречный вопрос Что-то такое То есть готов к дискуссии Да-да-да Блин Великий Абсолютный Видос Конечно Был у Биги После Химки Торпедо Когда Андрей Викторович Вам пенальти поставили Что такое Да Когда Андрей Викторович Пришел просто Панчить Савина Просто Это гениально было Здесь Талалаев Выиграл в одну калитку Этот бой Конечно Удачи в развитии клуба Всего хорошего Классное судейство Андрей Викторович Напоследок Два главных вопроса Да Леонид Слуцкий Будет ли еще тренировать Кого-нибудь хотя бы Я в РПЛ не думаю Честно За рубежом В какой-нибудь Может быть там В Азии На Востоке Да Почему нет А что с ним происходит Ты как считаешь Блин Мне иногда кажется Что у него какая-то Стадия тяжелой депрессии И Которую он закрывает Вот этим Медиаактивностями То есть просто отвлекается Да Есть у меня такое предположение Влекается и балдеет от того Что его считают юморным Остроумным Самый ироничным Талантливым Умным И так далее Слушай Ну вот тебе нравится Вот его медиаактивность Которые Все что с ним происходит В целом В целом Когда Егор Крид уходил С Blackstar Я помню Что ты заходишь на YouTube И у тебя здесь рекомендации Егор Крид Егор Крид Егор Крид Три разных проекта Сейчас со Слуцким То же самое По-моему да И вот эти обложки Которые сделал Сева Терлецкий Это смешно Это реально Смешно Грустно И правдиво Да Мы выведем эти обложки Там просто типа все шоу Да И туда во все эти шоу Пришел Леонид Слуцкий Да И у меня полное ощущение Что он Приносит клики И будет их приносить Да И он И так уже хорошо обеспечен А здесь у него нет нервов Здесь он просто может Угорать Рубить бабло Да И он может этим зарабатывать И Он сможет каким-то образом За счет медиа Может быть даже Содержать свою школу Достаточно много лет Ну и за счет накоплений И поэтому Только совсем какое-то Жирное-жирное-жирное Предложение Из какой-нибудь Очень-очень комфортной страны Его может Выдернуть Да Из очередной студии Он даже пришел к этим Я посмотрел Позавчера Однажды в России Или что? По хатам Ты не видел? Ну я По хатам Было уже По-моему с Тарасовым Я не видел с Тарасовым Но со Слуцким Было Ну я имею ввиду Что Тарасов Делал фактически По хатам Со Слуцким Когда Слуцкий Хвастался гантелями За 250 тысяч Ага Угу Вот Там лора Что-то такое Знаешь Что это Гантели 250 тысяч И что это А там Это тоже было По хатам То же самое было Да Я вспомнил Кстати Возвращаясь Контракт Дзюба Лоха Вроде как Хочет В новом контракте Запретить Дзюба Участие в шоу Ну так нельзя Реально? Да Либо ограничить мат Потому что По их мнению У Лоха Есть детская аудитория До 16 лет А типа Главный лидер Так много матерится Не очень красиво Я думаю Что Дзюба За плюс 300 Согласится Ну мне тоже Так кажется По Слуцкому Выяснили Ну и теперь Бонус для тех Кто досмотрел до конца У тебя здесь шов Повернись Пожалуйста Мы увеличим Шов на брови Ну кто тебя втащил И фонарь Такой хороший Ну кто втащил Как мне сказала Одна моя подруга Что она так Стрелки не нависует Как у меня Фин Гал Стрелку нарисовал Слушай История Мы всемами Ширалистическая В общем Играем мы в футбол Каждый понедельник Каждую пятницу С журналистами 5 минут до матча Мы ставим ворота То есть Мы их приносим Ставим И я их Как обычно Выравниваю Чтобы они стояли Достаточно плотно Ну не плотно Ровно по центру Я стою у штанги Двигаю В этот момент Там как бы С мячами идет Всякая там Возня Разминочная Кто-то чеканит Кто-то еще Что и один из наших ребят Чеканит мяч Ну и смотрит на мяч Не смотрит на ворота Что там происходит Никто не вообще И вы это не волнует И просто летает Слету Решит слету Залепить в раму Да то есть Он не видит Что я там стою И он попадает Мне прямо в голову Вот сюда А я же стою Боком к штанге И соответственно Попадает мне мячом Вот сюда А вот эту сторону Я бы все обштангу Своей силой Сколько тебе наложили швов? Два шва Ты был в искусственной коме? Нет Ну кровь текла Хорошо Причем Первое что ты сказал Человеку Который залепил мячом Ну так нельзя Он еще говорит Я специально бы так хотел Не попал Еще бы ты специально Меня залепил Нет Слушай Причем Я же Я отыграл матч Мы остановили кровь Мы залепили пластырем Я думал Что там царапина Я думал Что там рассечение А потом После матча Я снимаю пластырь И там такая щель Я такой Понятно Надо ехать Шиться А ты с полюсом Ехал Или за бабки? В трампункте Просто бесплатно В которой был рядом Все бесплатно Отечественная медицина Да Сейчас скажут Что это неправда Что это невозможно Ладно Возьму Но тебе было больно Когда тебе зашивали Мне просто никогда в жизни Ничего не зашивали Вернее зашивали подбородок Но я тогда совсем У меня было типа Не, она анестезия И все Да, тебе вкололи прям? Да Шприцом Да Это было больно? Ну, неприятненько Какой мужчина брутальный Честно сказать Я умирал Я истекал кровью Кровью истекал Там хороший кружок Давай попросим наших зрителей Вот самая большая физическая боль Которую они испытывали Да Вот пишите в комменты Чтобы Я бы сейчас задумался Я не знаю Какая у меня была самая физическая боль Тебя просто ничьясая жизнь Ничего не ломал Понимаешь? Ни разу Мне мама один раз сломала палец Вот здесь Мизинец Но это было 15 лет назад Я так радовался Что я выиграл на радио Зенит приз У меня брат спал Она подошла Вот так вот шмальнула Короче мне И я реально сломал Ходил в гипсе Обалдеть Но это не было больно Пока я не нажал Shift 7 на клавиатуре Типа знак вопроса поставить Я просто завопил Знаешь? Как будто тебе палец Вот до сюда Ну вот не знаю До сюда прочувствовал И сразу повезли в травму Тоже за ноль Мне дали какой-то ублюдский Убогий гипс Потом Сказали приходить Через три недели Я пришлю там через две Я прихожу Мне говорят Так Наносите нормально Гипс можно не менять Еще месяц в нем Я такой Чего? Я вообще пришел Домой снял Ну к счастью Все окей Ну это вообще не особо больно Самое больное Реально зубы лечить На самом деле Да Вот Наверное Это вот эта самая моя Ну и последняя Точно жесткая боль Я запустил дырку Очень сильно Там просто была Расщелина огромная Я ходил И думаю Ааа Нормально Я потом как утром Одним проснулся Так что до слез И через 10 минут Я уже был у стоматолога Не Ну это как бы боль До лечения Меня просто Не берет анестезия Потому что я пухлый Ааа Да Да Я пухлый И у меня еще аллергия И там есть такой список Типа что можно колоть Есть какие-то сильные Эти анестетики А есть не особо Я год назад Пошел себе Мне сказали Три зуба удалить Вообще ерунда Ты уже не будешь чувствовать Особо И мне по-моему На 6 или 7 тысяч Вкололи Анестезии Просто я говорил Еще 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 Вот И я ехал в такси У меня текли слюни У него так же Я уже ничего не ощущал Не запускайте зубы Просто ужас Реально Это мрак Это вот ты приходишь домой И тебе хочется сдохнуть Я думаю Что я ни одного видео Не запишу больше Никогда Потому что Ну просто Рот вообще раздроблен Это самое страшное Честно Не запускайте зубы Надо на чем-то позитивном Запишись У тебя 11 тысяч Намечаются в телеграмме Да Намечаются Но пока их нет Пока нет После этого выпуска Андрея Панкова Должны быть 11 тысяч В телеграмме Пожалуйста Подписывайтесь Ссылка в описании Но еще раз напоминаю Друзья У меня Близится 50 тысяч подписчиков Юбилей Ускоряйте пожалуйста Процесс Подписывайтесь Чао Андрей Панков Павел Городинский Пока-пока